Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Ninja Fighting Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео оставлю в подсказках о том, как его скачать, как получить ключ. Сложного там ничего нету, когда посмотрите, я думаю поймете. Еще бы хотел рассказать про мини-обновление, которое вышло вчера. Как вы могли заметить, на сайте добавились мобильные скрипты. То есть мы нажимаем сюда и здесь появляются только мобильные скрипты. К сожалению, их всего лишь сейчас 3 штуки, но это вопрос времени. Скоро их будет здесь намного больше. Также, кстати, если у вас есть желание выкладывать скрипты мобильные, либо же для ПК, вы можете написать мне в личное сообщение в Телеграме по вот этой кнопке. И когда пройдете проверку, я вам выдам доступ. В принципе, все просто. Дальше в поиске пишем нужный нам режим, то есть Ninja Fighting Simulator. Нажимаем поиск. Ой. Так, смотрите, еще в чем прикол. Если вы будете нажимать поиск в мобильных скриптах, то вас, скорее всего, не найдет. Потому что этого режима на мобильную версию пока нет. То есть нужно нажать Home и обязательно с Home уже искать скрипты для ПК. То есть, короче, вот так эта система работает. Ну, я думаю, вы поняли. Как видите, есть один скрипт. Чтобы получить этот скрипт, нажимаем на вот эту запись. Далее нажимаем на кнопочку Get. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. Далее нажимаем кнопочку Ввести. И ждем, пока заинжектимся. Так, все, инжект прошел. Отлично. Смотрите, как я понимаю, когда инжект проходит, когда нет. Когда пропадает вот эта надпись Inject Fluxus, то, скорее всего, у вас получилось заинжектиться. А дальше нажимаем кнопочку Запустить. И смотрим. Да, отлично. Скрипт запустился. Все работает. Так, давайте тестить. Первая функция это Katana Last Done. Нажимаем и смотрим, что происходит. Как вы могли заметить, у меня была первая катана. Давайте еще раз покажу. Я нажимаю эту кнопочку. И у меня катана берется на 50 тысяч. Сила, наверное. Не знаю, что это за характеристика, но, скорее всего, сила, наверное. Вот. И, как видите, мне эта катана прибавляет плюс 50 тысяч. Также эта функция у вас работает. Даже если вы только начали играть, все равно у вас получится взять вот эту катану. Интересно, где она находится. На этой зоне или нет? Скорее всего, нет. Не на этой зоне находится. Потому что здесь максимум 50 дает. Офигеть. Слушайте, так это очень много. Вау. Так, ладно, идем дальше. Это автопобеда. Включаем эту функцию и смотрим, что происходит. И, как видите, постепенно, через несколько секунд у меня прибавляются победы по 3.125. В принципе, неплохо. Скорее всего, если питомцы у вас есть, то будет намного больше прибавляться. Задержка примерно, наверное, 5 секунд. Около того. Каждые 5 секунд, получается, вы прибавляете себе победы. Дальше. Автохэтч ивент. То есть, как я понимаю, эта функция предназначена для автооткрытия ивентовского яйца. Только вот не знаю, где она находится. Может быть, его убрали. Может быть, нет. Но давайте включим, посмотрим. Мне пишет, нету питомцев, чтобы скрафтить. Окей. Только зачем мне их крафтить, если по факту это функция для автооткрытия? Непонятненько. Ну-ка. Давайте посмотрим вот эти яйца. Нет, здесь ивентовского яйца тоже нет. Ну, как я понимаю, скорее всего, наверное, его убрали. Возможно. Возможно, нет. Может быть, я что-то неправильно делаю. Короче, непонятно. Ладно. И последняя функция это телепорт. А, не телепорт, это открытие локаций. То есть, открываем вторую арену, третью, четвертую. Все, нажали эти функции, бежим и смотрим. Как видите, я переместился на вторую арену. Сейчас попробуем на третью зайти. Так, получилось отлично. И на четвертую. Это вроде последняя локация, четвертая. А где она находится? А вот, все, нашел. И давайте посмотрим, получится тпкнуться или нет. Да, получилось, отлично. То есть, там было написано довольно большое количество пубет, но, как видите, за счет этой функции, я без проблем зашел на эту локацию. Я могу теперь здесь тренироваться. А, я понял, вот откуда вот эти штуки взяты. То есть, я могу даже вот эту вот фигнюшку взять. Это что, нунчаки? Офигеть! Вау! Вот это прикольно. Вот этот круто, слушайте. Это получается, вот отсюда берутся и катаны, и нунчаки. Вау! Ладно, в принципе, у меня на этом все. Вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете писать лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok